Продолжение следует... Я в очередной раз хочу напомнить, подписаться на канал, лайки, комментарии, в общем, все как обычно. Ну, давайте не будем затягивать, давайте посмотрим, что у нас сегодня у первого вопроса. Итак, первым вопросом, вопрос под номером 176, звучит он следующим образом. Есть ли при соблюдении naming convention получается очень длинное название классов, как вы с этим живете? Ну, на самом деле, если честно, живу я с этим очень хорошо, мне очень нравится, потому что длина и название класса никоим образом не влияют на компилируемый код. И это только для разработчика, надо понимать, что чем договорённее договорённости ваши, тем проще вам осуществлять навигацию по вашим объектам, по вашим файлам, вашим папкам. Например, предположим, что у меня есть класс Person, который нужно положить в базу. Я для него делаю конфигурацию для Insti Framework, в которой описываю всякие обязательные и необязательные поля, ключи, индексы и всё такое. Я этот файл называю Person Model Configuration. И таким образом у меня, если есть другие сущности, которые должны также попасть в базу данных, у них будет свой суффикс, который звучит как Model Configuration. Более того, я все эти штуки, конфигурации, складываю в отдельную палку, которая называется Model Configuration. И что это даёт? Во-первых, я могу через элементарный поиск, в Visual Studio, например, написать Model Configuration, на мне высветится все конфигурации, всех сущностей, которые имеют уже конфигурацию для того, чтобы положиться в базу данных, то есть, в частности, через Insti Framework. Соответственно, я могу понять, была ли сделана конфигурация, не была. Если сущность, которую я делаю, мне нужно положить, я смотрю. Во-вторых, очень быстро найти поиск. Ну, в смысле, эту папку, да, где все конфигурации лежат. В-третьих, если я метаюсь, допустим, между проектами и какие-то сущности перекидываю, ну, такой, копирован, как бы, на самом деле, то я точно знаю, что в папке Model Configuration я могу найти подобное и что-то там позаимствовать. Ну, в общем, смотрите, на самом деле, на длинное название это не так уж плохо, как может показаться на первый взгляд. Это даже, наверное, очень хорошо. И если соблюдать все конфигурации, которые существуют у вас в голове, или, там, вы используете майкрософтовские, или у вас на проекте, то по названию класса можно понять, например, в какой он папке лежит, по названию класса можно понять, от чего он наследовался, по названию класса можно понять, какие функциональные обязанности он несет, по названию класса можно определиться асинхронно он выполняется метод или не асинхронно, по названию метода я имел в виду, извиняюсь. То есть, naming convention, ну, понятное дело, что не только про класс, про методы, про переменные и еще такое. То есть, если у вас переменная А, переменная Б и Ц и по всему классу разбросаны, ну, нет, конечно же, вы с этим разберетесь, насколько вы потратите на это время, а если вы заглянете в свой проект, допустим, через полгода, через пять или придет другой разработчик и будет вас вспоминать. В общем, смотрите, это очень полезная штука, это нужно поставить на вооружение, этим удобно очень пользоваться. Более того, если говорить про наследование, ну, то есть понятие базовых классов, там каких-то абстрактных, есть наследников от него и обычно суффиксы приписываются, но это опять же мое сугубо личное мнение, я это делаю, это удобно, это читабельно, я понимаю, от чего он наследован, для чего он нужен. Ну, в общем, я с этим очень хорошо живу, если был вопрос про это, то очень хорошо. И, собственно говоря, настоятельно вам рекомендую тоже жить очень хорошо. Итак, следующий вопрос, номер 187. Нужно ли сохранять данные в базу данных сервиса перед отправкой этих данных в очередь сообщений? Как добиться согласованности данных между сервисами в микросервисной архитектуре? Это, на самом деле, хороший вопрос в том смысле, что его достаточно часто задают и в том числе на собеседованиях. Главное, чтобы вы понимали, как это работает и какие бы те решения можно, собственно, найти. Итак, предположим, у нас есть сервис 1 и сервис 2, которые между собой обмениваются каким-то сообщением, и в какой-то момент у нас вот эта вот шина данных, это, кстати, может быть любая шина данных, не важно какая, мы берем абстракцию, которая может через себя пропускать сообщения и раздавать другим сервисам. И вот эта шина данных крякнула, ну, в какой-то момент там перестала существовать в сети, я имею в виду, и через какое-то время, если микросервис один отправил сообщение, а шины не существует в сети, то сообщение будет утеряно. Вот. И тут возникает вопрос, как не потерять это сообщение, потому что есть сообщения, которые очень важны, например, какие-то бизнес-операции, например, биллинговые системы, то есть платежные, а есть на самом деле сообщения, которые, в общем-то, не очень-то важны, и на самом деле, ну, для примера, допустим, как нить метрики, да, или логирование, не особо вы потеряете, если там какая-то метрика там пропадет, или там часть метрика, или там за неделю, там, я не знаю, в конце концов, какие-то логи потеряется, то есть с точки зрения бизнес-процессов это никак не повлияет, но и упала шина или не упала, то не важно. Но если говорить про важные сообщения, которые, собственно, влияют на бизнес-процессы, которые нельзя потерять, то тут существует несколько вариантов реализации, ну, давайте попробую объяснить на пальцах. Итак, предположим, что у вас на каждом микросервисе в данном варианте у нас есть своя собственная база данных, ну, как, в общем-то, рекомендуется, чтобы у каждого микросервиса была своя база данных, и в каждом микросервисе есть какая-то, то есть в этой базе данных есть какая-то таблица, которая отвечает за правку сообщения, то есть вы не напрямую прям в шину отправляете базу, в смысле сообщения, а непосредственно в таблицу специальную, которая накапливает эти сообщения и там через какой-то бэкграунд-воркер их прокидывает, в общем-то, в эту шину. И прокидывание, ну, опять же, смотрите, есть разные шины, которые могут подтверждать получение сообщения, и в данном варианте работают очень просто. Отправили сообщение, получили от шины подтверждение по каналам, которые используются между вашим сервисом и шиной данных, что сообщение получено, и только тогда удаляем его из этой таблицы. Это на самом деле самый простой вариант. И когда шина готова от антисообщения, ну, микросервису 2, тут уже как бы сама шина говорит, что даже если она рухнет в этот момент, она сохранит свои сообщения, то есть она их корресистентна, они не 100% долетят, даже если она потом поднимется, тут волноваться не нужно, сообщения у нее останутся, она просто отправит его в нужный сервис, и все. И здесь работает такой как бы канал подтверждения, ну, то есть шина отправила, шина подтвердила, вы отправили в шину, шина подтвердила получение, вы удалили у себя, соответственно, вам отправлять, ну, или не удалили, а пометили на удаление, в конце концов. Это первый вариант реализации. Есть второй вариант реализации, когда шина не поддерживает подтверждение того, что она получила. Ну, опять же, существуют разные всякие шины, есть разные всякие полезные штуки, например, Мастранзит, да, который может на уровне C-шарпа отправить сообщение, получить подтверждение, что оно доставлено, ну, в общем, тут на вкус и цвет как бы все фломастеры разные, тут вам решать. Ну, и есть еще второй вариант, когда вы используете две очереди, одна очередь на отправку, а другая очередь на получение, то есть, да, вот так вот, не дорисовал. В общем, все то же самое, что и в предыдущей картинке, только вы отправляете в очередь отправки, которая, если существует, то второй сервис подтверждает получение и закидывает это сообщение в обратную очередь, и тогда Микросервис 1 говорит, что я... Микросервис 2 говорит Микросервису 1 через обратную шину, что я получил сообщение, можешь ее там удалять. Ну, и в этом варианте тоже все будет прекрасно работать, так же, как, собственно говоря, в предыдущем. Надо понимать, что все вот эти вот, как это называется, варианты использования, да, то есть они не исключают того, что у вас, например, несколько реплик этой шины существуют в вашей сети. Ну, то есть, да, допустим, Рэббита стоит, если один рухнул, то запросы пошли через второй, и тут тоже, как бы, никто вам не запретит. Ну, есть еще такое понятие, как Saga Pattern, теоретически можно использовать его, это распределенные транзакции, и вот как раз распределение между микросервисами, которые на определенном этапе подтверждают каждый шаг своего выполнения, с учетом не просто, что окей, не окей, а еще если окей, то, в общем, прокинуть дальше, а если не окей, то можно откатить предыдущие операции. Это, на самом деле, тоже очень круто. И вот в бизнес-операциях, в бизнес-процессах, вот эта вот Saga Pattern, на самом деле, еще важная штука, которая позволяет не просто там подтвердить, что было получено сообщение, а еще и, если оно было не получено, то откатить предыдущие операции на предыдущих сервисах, через которые сообщение шло, это очень, как бы, полезная штука, рекомендую основательно с этим познакомиться. Ну, и раз я уже показал следующий вопрос, он номер уже 178, и звучит он следующим образом, может ли вы или обжект, наследовать вы или обжект. Но, насколько я понимаю, речь идет про domain-driven design, про DDD, про вот эти вот сущности, которые существуют в этой концепции, и если это так, то, да, безусловно, вам никто не запретит наследовать, но я вам настоятельно не рекомендую это делать. Это может быть связано с разными функциональными возможностями канзла value object, мы понимаем, что он, собственно говоря, ну, то есть, value говорит о том, что это такая immutable штука, то есть, не мутабельная, или как-то по-русски так будет, неизменяемая, и когда вы унаследуетесь, появится... В общем, смотрите, я много поискал информации по поводу того, можно или нельзя, и вот на всех возможных языках люди говорят о том, ну, люди, которые программисты, говорят о том, что это очень плохая практика, когда вы унаследуетесь. И приводят, на самом деле, такие специфичные моменты, когда, допустим, domain-евенты не могут выстрелиться, или выстреливаются некорректно, или нет того объекта, когда один объект влияет на другой, который, в общем-то, не должен влиять. Ну, то есть, еще раз, да, то есть, вы можете его наследовать, вам никто их не изобретит, но люди, которые уже столкнулись с проблемой, настоятельно рекомендуют этого не делать, потому что разрулить те нюансы, которые возникнут в процессе обработки наследников, ну, вернее, не наследников, а наследуемых, в общем, вот этих объектов, которые было наследовать, вы просто их не разрулить, потому что, ну, есть, в общем-то, правила, которые диктуют, это ума и древний дизайн, и там нет четкого определения, что нельзя наследовать, ну, если вы наследуете, в общем, ну, ваша главная боль, вот так вот, наверное. Так, следующий вопрос, номер 179, как лучше и можно организовать нагрузочное тестирование? Ну, друзья, я когда-то, совершенно даже недавно, делал видео по нагрузочному тестированию, и это видео настоятельно вам рекомендую посмотреть, суть, если кратко, в том, что существуют разные виды нагрузочного тестирования, есть стресс-тест, есть шип, есть впитывание, есть работоспособность, и все зависит от того, какую, видимо, нагрузку вы хотите принести, и какой вид тестирования хотите произвести. И вот, на основании того, как это организовать, существует множество разных библиотек, есть разные фреймборки, которые позволяют это сделать, которые позволяют это на этапе CICD, на этапе, там, разработки фич, это сделать. В общем, видео, наверное, не просто вам покажет, какие бывают типы, но и как их сделать, и что они показывают, и что они тестируют. Вот, на основании того, что вы хотите тестировать, вам, наверное, будет проще сделать, собственно говоря, выбор того или иного инструмента, того или иного вида тестирования, и запускать его в нужное время, которое, собственно говоря, решит ваши определенные боли, ваши проблемы. Вот, наверное, вот как-то вот так. Я с вами на этом, наверное, попрощаюсь. Да, вопросов больше нет. Напоминаю, что мы пытаемся перейти в ZEN, ну, мы это я и Колыбонга. В общем, всего вам хорошего, и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!